Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Биткоин ожидает огромный рост, но перед этим еще одно пролитие вниз. Так ли это? На это указывает анчейн-метрика, которую я сегодня тебе покажу, а также сравнение нашей ситуации с ситуацией октября 2019 года, которая безумно похожа на то, что происходит прямо сейчас. Без лишних слов, прямо к контенту. Биткоин-аналитик Пи Прайм опубликовал интересный график у себя в Твиттере. Он сказал, что если бы я делал презентацию про биткоин и выступал с ней перед корпорациями, компаниями и финансовыми институтами, я бы начал с этого графика. Лично я добавил бы к этому то, что именно этот единственный график нужно увидеть каждому биткоинеру или тому человеку, который до сих пор в нем сомневается. Если ты знаешь кого-нибудь, у кого еще нет биткоина, который до сих пор не верит в него, покажи ему этот график. Теперь сам посмотри на эту диаграмму. Серый график – это цена биткоина, оранжевый – это количество монет, которое удерживается кошельками с балансом от 0,1 до 1 биткоина. Это, ребята, даже не институционалы. Нет, это самые обычные розничные инвесторы. Мы всегда говорили о том, что именно крупный игрок пытается манипуляциями накопить как можно больше биткоинов и как можно подешевле. Но посмотри на это. Розничные инвесторы накапливают биткоины как сумасшедшие. Это за последний год, а вот как это выглядит на масштабной картинке. Здесь можно заметить, что накопление происходит независимо от того, на пике рынок или падает, вообще все равно. Люди просто копят биткоины. Вот так выглядит этот график за последний год. Биткоин падает, а люди еще быстрее и активнее накапливают. Но самое крутое даже не это. P Prime добавляет этот комментарий к этому графику. На самом деле, что еще больше впечатляет, что как только люди накапливают больше одного биткоина, этот график больше их не учитывает, но продолжает расти. А значит, за место них приходят другие люди, которые делают все то же самое. Понимаешь, люди не просто копят биткоин. Количество таких людей все больше. Это просто отличные новости. Ну и у эфириума тоже есть хорошие новости. Темпы вывода эфиров рекордные с января 2021. Последний раз подобного плана выводы с бирж наблюдались в сентябре 2020. За 2021 год выводы эфира достигли своего пика. Последний раз такое происходило тогда, когда биткоин стоил 10 тысяч долларов, а эфириум 250. Близится шок предложения, пишет CryptoHawk, комментируя этот график. То же самое, ребята, происходит и с биткоином. Его выводы находятся на таком минимуме, который был в последний раз в декабре 2020. Мне даже стало интересно, где тогда была цена. Она была, ребята, где-то вот здесь. Кстати, тогда тоже наблюдались такие масштабные коррекции. И посмотри, что было после. После начался безумный рост. Поэтому в таких условиях достаточно лишь небольшой искры. Повышение спроса может привести к такому же взрыву. Осталось найти только позитивное событие, которое повысит этот спрос. Это настолько позитивные новости для биткоина. Почему же тогда мы говорим о том, что биткоин все же может провалиться до 27 тысяч долларов, несмотря ни на что? Во-первых, биткоин так и не закрепился выше 42 тысяч долларов. А значит, сценарий волн Элиота, который мы рассматривали 26 июля, все еще в действии. Для того, чтобы он отменился, биткоину нужно закрепиться выше 42 тысяч долларов. А во-вторых, мы наконец переходим к тому, ради чего я вообще задумал снять это видео. На графике можно увидеть сразу несколько моментов из тех 5, что я обозначил ранее в других видео. Во-первых, выход из этого клина произошел удачно. Во-вторых, цена биткоина удачно оседлала 50-дневную среднюю скользящую. Также выход из клина успешно обозначил нашу цель и даже немного преодолел ее, чтобы достичь 100-дневной средней скользящей и оттолкнуться от нее моментально. И как раз таки этот отскок от 100-дневной средней скользящей является причиной этого видео. Я хочу показать тебе фрактал от tradingshot.com профессиональных трейдеров, который как раз таки и связан с этой 100-дневной средней скользящей, которая на графике обозначена зеленой линией, синяя же это 50-дневная средняя скользящая, которая тоже играет важную роль в этом анализе. Также и этот short squeeze, который мы наблюдали, тоже очень-очень важен для этого фрактала. Итак, несмотря на это движение до 40 тысяч долларов, биткоин все еще находится в этом коридоре накопления, который образовался после падения. Кроме этого, индекс относительной силы находится в своих пиках. Последний раз на такой высоте он находился приблизительно 14 апреля, буквально за несколько дней до начала этого обвала. И наконец-таки последний момент. Цена биткоина отскочила от 100-дневной средней скользящей. Это очень-очень сильно похоже на ситуацию октября 2019-го. Она справа. Та ситуация, в которой мы сейчас находимся слева. Кстати, здесь ошибка не слухи про Apple, а слухи про Amazon. Именно на них мы так выросли. Посмотри на ситуацию 2019-го года. Такое же падение, фаза накопления, short squeeze, отскок от 100-дневной и продолжение падения. При этом RSI тоже находился на своих пиках. Все абсолютно то же самое, что прямо и сейчас. Если мы найдем эту ситуацию на графике, вот она, то увидим, что после этого падения начался огромный параболический рост биткоина. Я не буду учитывать вот это падение, потому что оно было спровоцировано коронавирусом, которого никто не ожидал. Его вообще здесь не должно было быть, по идее. С технической точки зрения это аномалия. Кстати говоря, эти трейдеры тоже так и пишут, что это нужно игнорировать. Теперь давай перейдем к этому фракталу от tradingshot.com. Собственно, здесь указано почти все то же самое. У нас было две похожих ситуации на ту, в которой мы находимся сейчас, за три последних года. Первая была в период середины ноября 2018 по апрель 2019. Все абсолютно то же самое, что и сейчас. Массивная коррекция, фаза накопления, сквиз цены, отскок от 100-дневной средней скользящей и массивное параболическое движение вверх. Обязательным условием для продолжения этого роста было пересечение 50-дневной и 100-дневной средних скользящих. Так, чтобы 50-дневная пересекла 100-дневную снизу вверх. Следующая ситуация случилась с октября 2019 по февраль 2020. Массивная коррекция, зона накопления, сквиз цены, откат от 100-дневной средней скользящей и массивное параболическое ралли. Условия для него то же самое. Пересечение 50-дневной и 100-дневной средних скользящих снизу вверх. Вот это падение мы не будем учитывать, потому что оно было вызвано черным лебедем, неожиданным для всех событием, появлением коронавируса. Тогда все рынки упали. Если сейчас такого черного лебедя не случится, такого падения мы не увидим. Именно поэтому эти профессиональные трейдеры говорят, что это не техническая аномалия, которую следует игнорировать. И вот, наконец, ситуация, в которой мы находимся сегодня. Она продолжается с мая 2021. Мы увидели массивную коррекцию, зону накопления, шорт-сквиз и отскок от 100-дневной средней скользящей. Теперь нам осталось дождаться подтверждения пересечения 50-дневной скользящей со 100-дневной снизу вверх. До этого момента мы можем увидеть еще один откат цены биткоина. Когда же это пересечение двух средних скользящих случится, это будет сигналом на новое безумное параболическое ралли. Таким образом, можно сделать вывод, что потенциальный сценарий, который нас ожидает, это возможное падение биткоина перед огромным параболическим движением вверх. Ссылку на этот фрактал я оставлю в описании под видео. Переходи и изучай самостоятельно, это очень интересно. Кроме этого, просто хочется сказать ребятам большое спасибо за их работу. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Не забудь поставить лайк, для меня это всегда большая мотивация. Также не забудь посмотреть мое сегодняшнее видео, которое посвящено тому, как инвестировать 1000 долларов в криптовалюту, как сформировать свой криптовалютный портфель, если ты новичок. Это очень полезно, особенно для тех, кто планирует инвестировать в криптовалюту. Подписывайся на канал, телеграм, ссылка на него есть в описании. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok